Так как мы изучаем, что выход из изгнания должен происходить, когда мы принимаем все, что только возможно в желании получить, и мы отказываемся от этого, и переходим к маце, как сказано, к хлебу бедных, то есть мы не хотим ничего, кроме свойства отдачи, мы хотим, чтобы оно пришло, чтобы оно воцарилось в нас, это значит, что мы готовы удовлетвориться желанием отдавать, который символизирует нам маца, свойства бины, свойства отдачи, без всякой добавки желания получать. Обычный хлеб, это и желание получать, и желание отдавать, смешанные вместе, а маца это только желание отдавать. Поэтому, 7 дней, если мы отделяемся, отключаемся от нашего яго, это называется полной мерой, 7 дней, и мы находимся в свойстве бины, после этого, затем мы можем вернуться к хлебу. И это символизирует нам, что мы можем начинать подниматься от малхут к бине, можем поднимать от малхут к бине, получающие келим, и использовать их со свойством ради отдачи, но в состоянии катнута, поэтому это называется отсчетом омера, от первого контакта с отдающими келим, от того, что мы подняли ман к свойству бины. От этого мы отсчитываем 49 дней, 7 умноженное на 7, пока мы не доходим до шевод. Это время катнута. После того, как мы прекращаем с началом праздника есть хлеб, мы переходим к хлебу бедных, к свойству бины, а затем мы присоединяем желание получать, желание отдавать, но в виде катнута, это называется счетом омера, и тогда мы приходим к получению торы, то есть к методике, которая дает нам возможность притянуть свет, возвращающий к источнику, и тогда мы можем продолжать работать уже в гадлуте, взять желание получать и присоединить его к желанию отдавать. По-прежнему это под условием второго сокращения, оно не отменяется до конца исправления, но мы уже работаем не в стадиях ибур и еника, а в стадии мухин. В этом, собственно говоря, состоит весь процесс.